после гипсокартона конечно такие таскать это одно удовольствие можно брать по 2 но неудобно это девятка вот она девяточка она пойдет на сверху на пенопласт друзья всем привет ну что наконец-то я занялся делом я купил на 25000 плюс еще на 14 то есть практически на 40000 плюс доставка я купил много всего интересного для своего дома пойдемте посмотрим что я купил ну первым делом первым делом конечно же я буду утеплять при том не эту веранду а другую утеплять я буду пенопластом пойдемте посмотрим здесь всего много 0 градусов минус 2 на самом деле прекрасная погода я купил много пенопласта десятки специальный клей пену монтажную и купил естественно как видим очень много usb для чего ну соответственно пенопласта вот он пенопласта хватит обшить полностью мою веранду 30 метров там чуть меньше соответственно гипсокартон это санузел ванная будет отделена от кухни наконец-то и я купил 10 девяток usb и 6 больших листов 12 соответственно 12 пойдут на пол да я здравом уме я хочу делать пол из вас бы мне нравится я объясню почему потому что я знаю что вроде как на пол не очень-то и желательно класть но на то есть свои причины но первым делом сейчас это конечно же сделать утеплить из пенопласта вот все купил крепеж клей пистолет есть промывочные все купил все готово поэтому на днях я надеюсь все это дело я начну а пока видами вы без меня все знаете я не раз и не два показывал какие тут замечательные виды в этот раз я не буду ничего этого делать просто потихонечку да еще кстати их пока не очень видно сейчас покажу смотрите купил вот такой вот торф прессованный я чуть позже покажу что это такое я буду им топить я хочу попробовать насколько хорошо будет топиться брикетами торфяными ну и лопата лишняя не будет при том такую давно хотел купить именно такую и копать легче в общем пойдемте переоденусь и начну все перетаскивать потихоньку наконец-то кроме того что я много говорю я буду еще и делать потому что вы уже устали из выпуска выпуск одно и то же наверное ходит давид вокруг дома круги нарезает показывает рассказывает но кто не понял обшиваться будет здесь то есть вот это все будет обшиваться возможно завтра уже и начнут чего пока морозов нет все это будет обшиваться пенопластом здесь и здесь и закрываться будет то sb плитой и будет тепло наконец-то все это будет обшиваться Субтитры подогнал «Симон» 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 При этом жар идет хороший, я его чувствую Притом фактически там одно полено То есть от них вот там Здесь в данном случае раз, два, три, четыре, пять штук Одна в середине, горят Позже отзыв полноценно оставлю Пару деньков протоплю ими Посмотрим, как они вообще Ну, соответственно, пена-клей Это у меня это Дыма много Значит, открываем У меня и датчик газа есть уже От другой фирмы Завтра буду делать обзор, все расскажу Это Аякс, нарадоваться не могу Вещь реально офигенная Офигенная просто, ребят Но об этом я уже не раз рассказывал Так, что у нас дальше? Дальше у нас, ну, понятно, что пена И вот с помощью таких грибков все это будет крепиться к кирпичной стене Они пластиковые, но для моих нужд прикрепить пенопласт Соответственно, к стене кирпичной идеально В десяток взял пены Клей пены, естественно Пистолет у меня есть, это очиститель Ну, пойдемте, основное Добро смотреть Как же мне это нравится, свой дом Ответственность за него несу я Мне это нравится, понимаете Это мое Как я сделал, так я и живу Это офигенное чувство Мне это нравится Я так раньше не жил никогда Я жил в квартире, которая мне не принадлежала Съемная А если бы даже была моя квартира Ну, да, не будем рассуждать, что Квартира это твое, естественно Так же, как и дом Но вот в доме я за все отвечаю сам И мне это кажется нормальным и естественным Ладно, в общем, смотрите Десяток листов Соответственно, УСП Оно пойдет на облицовку И будет покрашено Опять же Для того, чтобы пенопласт Солнечные лучи ультрафиолет Его разрушают То есть десятка пенопласта Обшиваться будет вторая веранда Вот, пенопласта много Действительно много Вот он Не буду вас сильно грузить готовкой, едой Но на самом деле Вот спаржу в жизни я пробую первый раз Да, может быть где-то на отдыхе Когда-то я отдыхал И пробовал ее Но вот так вот Сассоциировать Не могу Ну и вьетнамские такие штуки С овощами, с грибами Вообще должно получиться вкусно Я, кстати, не использую соль Не использую сахар Ну, сахар иногда в кофе использую Никого этим не лечу Не говорю, что это сверхполезно Но действительно пищу я не солю Пищу максимум использую специи Перец, куркума Ну и хватит, наверное, на сегодня В общем, еды я с собой привез много Много разной интересной вкусной еды Буду потихонечку готовить Раз в день мне просто за глаза Брикеты Вот сейчас я сделал закладку сухих дров Два брикета уже внутри Горят Я хочу положить именно Полностью попробовать протопить брикетами Так как я не знаю, как они будут гореть Я это буду делать аккуратно Три-четыре штуки Чтобы... Не знаю, какой жар дают В общем, посмотрим сейчас Но сухие дрова – это сила Важно иметь сухие дрова Это... Смотрите, как горит Красота просто Знаете, вообще я терпеть не могу Зелень Почему-то считается, что если человек вегетарианец Он должен есть зелень Я ее терпеть не могу Раньше, при том, когда ел мясо Любил кинозу Сейчас вообще не использую в пищу Никакую Ни зелень, ни укроп Но спаржевать захотелось попробовать И на самом деле, знаете, что-то в этом есть Стоит ли 300 рублей Вот это все Кто-то скажет, дорого Мне писали люди, когда я говорю Что ты там вообще Кокосовое молоко Обычное мы тут пьем А ты... На самом деле, смотрите Если есть раз в день Покупать можно какую-то более изысканную пищу Опять же, знаете, меня пугают цены Вот в KFC, в Макдональдсе И во все это, не побоюсь сказать, дряни Я и раньше-то особо там не ел Но я как не зайду Вот эти обжорные ряды На третьих этажах Сколько же там народу Понимаете? И люди многие Они бедно одеты Не хватает денег Но они идут И кушают вот эту дрянь А средний чек там На двоих минимум тысяча И кто больше денег тратит на еду Если даже купить что-то изысканное Кокосовое молоко Какие-то такие вьетнамские штуки Ребят Вот это вот Ну, это лучше, чем поесть в Макдаке или KFC Конечно, каждый имеет право считать, как он думает Но, по крайней мере, даже если кушаете мясо Ну, купите вы, сделайте себе дома Зачем есть то, о чем сняты десятки, сотни фильмов И тысячи Тысячи информации А какие бабки тратятся на рекламу того же Макдональдса Десятилетиями такая идет пропаганда И даже мне доводилось встречать взрослые люди Старше меня говорят Ну, Макдональдс, это же вроде как самое Ребят, это самая дешевая пища В Штатах Мой брат там живет двоюродный Это пища В Америке это пища для бедняков Для совсем-совсем небогатых людей У нас же из Макдака сделали какой-то культ Куда приходят Мне обидно просто Я не понимаю Это же дешевая еда Это, ну, это вообще жесть просто Что касается этого Спаржа, знаете Ну, фиг его знает Второй раз я, наверное, не куплю Я не любитель зелени всей этой Повторюсь Но для разнообразия попробовать Что это за дичь такая Это меня вчера навеяло Мы в Якиторию ходили Говорю, покушали там разные еды Но такие порции маленькие Но вкусно И вот решил купить Но зелень я не люблю Фрукты очень люблю Разные Очень люблю Сейчас вот хурмы сезон обожаю Ну, в общем-то, можно себя побаловать Но очень такая Непонятная еда, честно говоря Но есть можно Вообще, вот эта штука Мне не знакома Единственное, я, конечно, купил водостойкую Водостойкую, естественно Потому что будет мокрая точка Туалет-ванная Отделяться ей Соответственно, посмотрим С ней я не работал Я даже не знаю, как она пилится Как он пилится, этот гипсокартон Но я роликов посмотрю Опять же, пообщаюсь со знакомыми Кто с ним работал То есть для меня все это в новинку Я никогда с этим не работал Я городской житель Но нисколько меня это не пугает И я уверен, все будет прекрасно Вот, такую подложку многие советуют Под полы Сверху ОСП 12-ю на пол И, в общем-то, по отзывам Говорят, будет нормально Единственное, еще люди добавляют Чтобы пол не гнил В углах Можно просверлить Пару дырочек Сверлом десяткой Небольших Не знаю, надо это делать или нет Кто вообще делал из ОСП полы Отпишитесь Если у вас деревянные перекрытия Лаги Соответственно, есть продухи Вот эти На зиму они закрыты И если их весной открывать Если даже сделать герметичный пол То есть крепкие лаги На расстоянии Там сантиметров 50-60 Чтобы эффекта батута не было Положить подложку Вот этой стороной Получается Ко мне Что еще Да и все, в принципе Потом лаком покрыть Сделать герметичный пол По идее, должно быть отлично Вот я на это и рассчитываю Поэтому это взял Вот Взял зимой не из-за того Что боюсь, что дорожать будет Просто ехал, вез пенопласт Думаю, ну надо купить И ОСП еще Ну и купил В общем, все Начинаю делать Возможно, уже завтра Надо начинать Пока морозов нет Ну что могу сказать Наверное, я пожелаю Всем прекрасного настроения Я, как всегда, желаю Будьте здоровы Будьте успешны Будьте позитивны Насчет пищи Обещал не грузить Но все-таки Насколько классно Никого не агитирую Все люди разные Но мне вот раз в день поесть Притом я не перекусываю У меня нет там печенюшек В кармане Семечек Я не знаю Максимум Я иногда позволяю себе Пару хурмы Буквально две хурмы съесть И то это не каждый день И все И мне хватает Я не знаю, что со мной Но мне комфортно Мне хорошо Я прям И пища, она приобретает Другой вкус Ну вот для меня Мне ощущения Другие совершенно Прям Наслаждаешься едой Но все люди разные Я понимаю, что кому-то Нужно есть Три-четыре раза в день Ну мне так В общем, ладно Начинаем Модернизацию дома Если можно так назвать Утепление террасы Весной полы Ну и весной Вторая усадьба Там тоже займусь ей Кстати, хочу купить Такую вещь Напишите, кто пользуется По-моему, зеленый Говорят, самый хороший Если не ошибаюсь Лазер Он стоит тысячи три Ну то есть Для того, чтобы выравнивать полы Чтобы не ходить Совсем этим С правилами С грузиками Просто мне кажется Проще купить лазер Он, говорят, три тысячи стоит Я не проверял Сейчас полезу в интернет Посмотрю Для того, чтобы можно было Полы делать Напишите, какой советуете Наверняка среди моих зрителей Много людей пользуется Ну и как всегда Будьте здоровы Будьте успешны Будьте позитивны До новых выпусков С уважением ко всем Давид Счастливо, друзья Если не подписываетесь на канал еще Если еще на канал не подписаны То обязательно подписывайтесь Впереди, как всегда, много интересного А я пошел топить печку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok